Привет, меня зовут Даша. Сегодня я хочу поболтать с вами о том, как много вокруг нас творчества, как много вокруг нас интересных людей, творческих, наполненных. Я считаю, что в каждом из нас, абсолютно в каждом заложен потенциал, заложено что-то интересное. Мы не просто так пришли в этот мир. И для меня было, знаете, таким осознанием, когда я работала в офисе, делала какие-то механические свои обязанности, и понимала, что если не сделаю я их, я уволюсь, придет другой человек и также эти же обязанности выполнит. А для чего тогда мы тут нужны? Для чего мы в этом мире? Сейчас, да, кто-то может сказать, что тебе хорошо говорить, у тебя хоть что-то интересное, природа, животные, лошади, но даже вот сейчас зимой у меня уже закончились кадры, закончились мысли о том, что снимать, потому что мир не меняется, вокруг меня мир не меняется, остается рутина, которая никуда не девается. А вот картинка, которая вокруг, она вот как была пять месяцев назад, такая же и осталась. Я надеюсь, что весной будет гораздо больше интересного, красивого, наполненного. И чтобы передать вам, чтобы показать красоту, нас уже почти две тысячи человек. Это просто восторг. Спасибо, что вы со мной. Кстати, если вы не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь, мне будет это очень приятно. И в комментариях я буду ждать вашу историю. Устраивает ли вас ваша жизнь, или бы вы хотели что-то поменять в ней? Хотели бы вы как-то проявлять себя? Не так, что на работе какие-то механические действия, а именно то, что заложено в вас, в вашей душе. Также я веду телеграм-канал, где практически каждый день что-то выкладываю, в основном это фотографии. На ютуб фотографии не выложишь. Так что, если вы еще не подписаны, я оставлю в описании ссылку. Не стесняйтесь, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Сейчас на ютубе появилось просто огромное количество молодых каналов, где люди делятся своей жизнью, показывают свою рутину, рассказывают о своем опыте, о своем мировоззрении. Для меня отдельная любовь — это каналы мужчин, которые занимаются цветами, которые выращивают свой сад, огород. Как они любовно сажают вот эти вот семена, как все это взращивается, это просто восторг. Каждый человек — это уникальная личность со своим мировоззрением, со своими ощущениями, чувствами, со своей жизнью. Может показаться, что у кого-то или у вас, например, жизнь обычная. Вы ходите вроде как на обычную работу, живете в обычной квартире. Но есть даже блоги, человек живет в квартире, студии, я не знаю, как это называется, 13 квадратных метров. И то настолько творчески подходит к созданию видео, так много интересного он может показать. И даже не задумывался о таких вещах, которые человек с творческим подходом может тебе передать. Или, например, человек со своим каким-то опытом рассказывает, делится чем-то. Даже сидя в обычной квартире с обычным ремонтом, на заднем фоне там, как это называется, стенка из 90-х, гигантский шкаф, который не только всю квартиру вмещал, еще два человека туда могли влезть. Он сидит на фоне этой обычной стенки, ничем не примечательной, рассказывает такие интересные вещи. Я считаю, что каждый человек для нас является учителем. У каждого человека мы можем взять что-то для себя, почерпнуть что-то полезное, интересное. Сама к творчеству я пришла через очень трудный период, через боль. Когда была первая волна коронавируса, я потеряла просто всех своих заказчиков, весь доход. У меня доход просто стал 0 рублей в месяц. Это была, конечно, для меня страшная катастрофа, трагедия. Я привыкла всегда жить на свои деньги. Я не привыкла жить на деньги мужа или еще кого-то. Мне всегда нужно, чтобы у меня были свои заработанные деньги. И когда я их лишилась, а у меня есть еще и финансовые обязательства, для меня это, конечно, стало большим ударом. Внутри было столько боли, мне хотелось хоть как-то ее выплеснуть, и я пришла к видео. Я любила фотографии, но фотографии это все-таки немножко не то. Для меня это такой замерзший момент. А видео, особенно если наложить музыку, это такое будет эмоциональное. После этой первой волны коронавируса очень многие потеряли работу, проекты закрывались, бюджет у людей таял на глазах. И очень многие стали уходить на удаленку. Какие-то проекты, которые приносили хорошие деньги, стали приносить просто копейки. И то за эти проекты люди их расхватывали, кто вот только пришел на удаленку, как горячие пирожки. И после нормальных денег, вот эти вот, грубо говоря, 10 тысяч рублей в месяц за занятостью 8 часов в день, ну, как-то, как-то грустно. Для меня вот это вот время карантина стало, конечно, сначала я думала, что это все трагедия, но сейчас я понимаю, какая-то была возможность начать проявляться, заниматься творчеством, пробовать что-то новое, в чем-то разбираться. Люди теряли рабочие места и также шли во что-то новое, учились, что-то новое в себе открывали. Если ты задумываешься о том, чтобы начать свой канал или как-то проявляться, фотографировать что угодно, какое-то творчество, считай, что это видео-знак для тебя. И не бойся ничего начинать, не бойся осуждения, оно будет, к сожалению, всегда, но вокруг нас столько возможностей. Мы живем в эпоху интернета, когда даже имея в руках один обычный телефон, ты можешь столько интересного, столько полезного выложить, столько таким количеством нужных и интересных вещей поделиться с миром, что, я считаю, не стоит от этого отказываться, не стоит переживать, волноваться, бояться осуждения, оно будет всегда, ничего страшного. Потом к нам пришел искусственный интеллект, и также многие люди творческих профессий, может быть, те, кто занимался текстами, писал тексты для сайтов, журналов, еще для чего-то, также теряли работу. И, конечно, искусственный интеллект — это классно, он во многом помогает нам, но в том, что создает искусственный интеллект, нет души. Для меня, как для творческого человека, самое главное в деле, в продукте — это душа. То, что человек вложил от себя в свое дело. Искусственный интеллект — это классно, но души там нет. Я вот сейчас анализирую те времена, карантин, приход искусственного интеллекта в нашу жизнь, когда люди теряли работу, теряли свой заработок. Я понимаю, что это такая классная возможность, что человек, наконец-то, может заниматься не чем-то автоматическим или обычным, а он может все-таки проявить себя этому миру. Даже чей-то опыт может стать для нас просто спасительным. Для меня каждый человек — это творец. Все мы творим свою жизнь, свою судьбу. Потом творим что-то красивое вокруг себя, создаем. Будь то наш дом, наш сад, какие-то элементы творчества, тот же самый канал. Все мы можем дать этому миру что-то полезное, что-то классное, красивое. У меня там на заднем фоне немного зоопарк раскукарикался. Надеюсь, не сильно мешает. И после всех этих карантинов, внедрения искусственного интеллекта, на ютубе появилось просто огромное количество маленьких каналов, недавно созданных. Люди делятся своей историей, своей жизнью, своей рутиной, творчеством. Это настолько классно, это просто. Я в восторге. Я очень надеюсь, что это видео было полезным для вас. Спасибо, что вы выслушали мой монолог. Я надеюсь, что после ваших комментариев это будет все-таки диалог. Не стесняйтесь, пишите, что... Возможно, вы хотели поменять свои жизни. Устраивает ли вас ваша жизнь? Я с удовольствием все прочитаю, отвечу. Я всегда стараюсь отвечать на все ваши комментарии. Спасибо, что вы со мной. Пока!